Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 3 июля, четверг, и я уверена, что четверг это гораздо лучше, чем даже воскресенье. Потому что завтра уже пятница, а вот в воскресенье завтра это понедельник. Стоит задуматься. И уверена, что этот день пройдет тоже под эгидой хорошего настроения. По хорошей традиции сегодня нашу программу откроет рубрика «Наши детки». И мы узнаем немного больше о закаливании детей. Понятие «закаливание ребенка» каждый родитель понимает по-своему. И у каждого родителя свое мнение на этот счет. Так какое же правильное? Давайте спросим специалиста. Закаливание – это воздушную ванную. Мы начинаем с воздушной ванной. Дети, когда рождаются, мы рекомендуем маму воздушную ванную, чтобы полностью ребенок был голенький на 2-3 минуты. Начиная с 2-3 минут. Мы выкладываем на живот, бывает, чтобы укрепляясь мышцы живота. Именно ребенок начинает более круг осмотра, у него больше радиуса осмотра. Потому что если лежит на животе, он на спине, и это обозревает только потому, когда мы лежим на живот, он начинает именно круг осмотра у него усиливаться. Он может развеять там ближайшие предметы. Поэтому считается ему интересно вот эти, когда в ванной воздушной делаешь. И, в принципе, и тут развивается круг осмотра. Потом это постепенно, когда ребенок старше, дети, когда начинают ходить, начинаем именно как бы ножные ванны, начинаем для заканья. Начинаем с ног, постепенно понижаем температуру на 1 градус. Когда закаливаем, мы понижаем температуру на 1 градус. Обливание. Начинаем с ножек, и уже чем старше ребенок, тем уже старается обливание всего тела. Красивые и блестящие волосы – это мечта, наверное, каждой девушки и женщины. Правда, волосы нуждаются в тщательном уходе. Через несколько мгновений вы узнаете все об уходе за волосами. Рубрика «Будьте красивы» всегда на страже вашего образа. Доброе утро, дорогие друзья! Мы находимся в торгово-развлекательном комплексе «Сити Центр», и мы направляемся в салон «Флюр-де-Лис», который находится на третьем этаже. И сейчас мы узнаем несколько простых советов по уходу за волосами. Каждый месяц, месяц один раз, надо в конце обновляться. Если вы не хотите, например, длину потерять, можете, вместе вообще волосы растут как бы один сантиметр. И вы можете по пять сантиметров каждый, кто как пожелает, да, например, кто-то хочет 10 сантиметров, например. А можно, если длину вы не хотите потерять, например, вместе можно миллиметр можно убрать, пять сантиметров можно убрать. На ваше рассмотрение, конечно, как вы пожелаете. Также пару раз в неделю можно делать маски для волос, применять различные масла. Маски делают из трав, полезен также яичный желток. Репельное масло эффективно для секущихся кончиков, но его не рекомендуется наносить на корни волос. Если позволяют денежные средства, можно сделать ламинацию. И также можно лечить горячими ножницами длинные волосы, как бы не длинные, не длинные волосы, можно обновиться горячими ножницами. А на горячие ножницы как бы тоже лечит волосы, концы только, сеченные концы убираются, но все равно лечит волосы. Вот такие простые советы помогут вам всегда оставаться красивыми. Смотрите нас в следующих выпусках. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Миржан Хашгиреев, ТДК-42. А сейчас всем автомобилистам я рекомендую сделать громкость побольше, потому что мы будем раздавать советы про ваших железных коней. То, чего, наверное, вы и не знали, и не подозревали, что такое бывает. Итак, все внимание на телеэкраны. Уважаемые девочки, девушки и женщины, в ближайшие полторы минуты вы можете спокойно пойти позавтракать или нанести макияж. Речь пойдет об автомобилях. Время от времени мойте двигатель. Да, это сопряжено с определенным риском, поэтому нужно заранее постараться и найти хорошую мойку, где мастера сделают все качественно. Мойка двигателя это не влажь, на самом деле это важно, так как при поломке мастер на сервисе, да и вы сами сможете быстро определить, подтекает ли у вас какая-либо жидкость и в каком конкретном месте. Фары очень быстро и эффективно чистить зубной пастой. Во-первых, это быстро, а во-вторых, результат вас просто поразит. Фары будут сиять. Неприятный запах в салоне автомобиля, например, от сигаретного дыма, можно устранить, используя натуральные вещества – соду, кофе или активированный уголь. Емкости с абсорбентом поставить в салоне или багажнике на ночь, повторять до тех пор, пока запах не пропадет. Лак для ногтей – великое изобретение человечества. Замазать им можно любую трещину на стекле до тех пор, пока вы не вставите новое. Также можно замазать микровмятины, которые образуются от камней и микроостровки ржавчины. Это предотвратит развитие или дальнейшее образование ржавчины. Использовать можно прозрачный лак, однако среди нынешнего разнообразия можно подобрать и тот, который совпадает по цвету с вашей машиной. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Нержан Хашгиреев, ТДК-42. Лето – это пора отпусков и путешествий. И самое главное – тут правильно выбрать вашего попутчика. Но речь пойдет не о ваших друзьях, а о чемодане. И самое главное – чтобы он не подвел в пути. У него не сломалась застежка и не отвалились колесики. Как выбрать чемодан? Несколько советов, которые вам помогут. Сначала определитесь, какой размер чемодана вам нужен. Если вы переезжаете, то существуют чемоданы больших размеров. Если же вам предстоит поездка в отпуск, то подберите себе чемодан среднего размера. Для краткосрочной выездной экскурсии или командировки подойдут чемоданчики поменьше. Если колеса маленькие, пусть их даже много, пластиковые прикреплены к чемодану на дополнительных элементах, это значит, есть большой риск потерять их в дороге. Все неровности дороги безжалостно гнут детали, ломают крепления и колесики отваливаются, клинят и всячески мешают передвижению. Колеса должны быть достаточно большие, иметь резиновую оболочку и быть слегка утоплены в дно чемодана и прикреплены специально усиленными деталями. Ручка у чемодана должна быть прочная, телескопическая, то есть выдвижная, надежно прикреплена, не раскачиваться из стороны в сторону и фиксироваться на 2-3 уровнях длины. Помимо выдвижной ручки, обязательно должны быть еще пара обычных ручек на двух сторонах чемодана. Поднимать чемодан, например, по лестнице можно только за эти ручки, так как выдвижную можно повредить. Ткань, из которой сделан чемодан, должна быть темного цвета, так практичнее и обязательно иметь водоотталкивающую пропитку. В этом случае вы предохраните багаж от дождя, брызг, снега и грязи. Можно приобрести пластиковый чемодан. Такой чемодан лучше держит форму, за ним легко ухаживать. Но если этот чемодан попал в аэропорт на погрузку-выгрузку к лихим грузчикам, вы можете получить его треснувшим. При значительных ударах пластик не выдерживает. Доброе утро, если вы только что включили свои телевизоры, и наверняка это утро сложится наилучшим образом, если вы проведете его вместе с нами. Рубрика «Это вкусно» расскажет нам о зелени, которая сейчас продается практически на каждом углу. И успейте ее наесться, пока она свежая и такая приятная. Все-таки очень здорово, когда на дворе лето, и можно есть все прямо с грядок и огородов. Итак, рубрика «Это вкусно» специально для вас. Зелень – это то, чем мы привыкли приправлять блюдо, и мало кто считает ее продуктом первой необходимости. В самом деле, любое блюдо можно приготовить и без петрушки, укропа или сердерея. Все равно будет вкусно, да и голодным никто не останется. Однако зелень – это не просто приправа. Пользы от ее употребления гораздо больше, чем от употребления мяса, рыбы, хлеба и даже овощей и фруктов. Но об этом мы предпочитаем не вспоминать или вообще этим не интересоваться. Веществ, требующихся нашему организму для активной жизни и деятельности, в свежей зелени намного больше, чем в других продуктах, которые мы считаем необходимыми. Например, в такой привычной нам зелени, как петрушка, содержание витамина С в 4 раза превышает его количество в лимоне. А ведь этот цитрусовый плод считается одним из его богатейших источников. Есть в петрушке бета-каротин, витамины А, Е, группы В, минералы, фтор, железо, цинк, калий, фосфор, магний, кальций и удивительный натуральный полисахарид, защищающий нас от множества заболеваний и снижающий риск развития рака. Употребление петрушки нормализует уровень сахара в крови, снимает отеки, снижает повышенное давление, улучшает зрение. А мужчинам, которые любят петрушку, никогда не придется принимать виагру и другие подобные препараты. С древних времен это растение известно как эффективный афродизиак. Укроп содержит те же витамины и минералы, что и петрушка, но в нем есть еще и витамин В, необходимый сосудам и капиллярам. Он делает их стенки прочными и снижает их проницаемость. Укроп улучшает пищеварение, выводит шлаки, оказывает мочегонное действие, приводит в норму давление и избавляет от метеоризма, мучительной проблемой в работе кишечника, часто преследующей и взрослых, и детей. Народная медицина давно использует укроп как мягкое снотворное средство. Для улучшения выработки грудного молока у кормящих женщин, при болезнях печени и желчевыводящих путей, при сердечной недостаточности, при головной боли, при конъюнктивитах, отваром укропа промывают глаза и делают с ним примочки, при головных болях, для снятия похмельного синдрома и устранения плохого запаха изо рта. Противопоказания почти те же, что и у петрушки, но укроп еще рекомендуется при пониженном давлении. Если же укропом злоупотреблять, то можно ухудшить зрение и вызвать упадок сил. Итак, дорогие друзья, мы подошли к самому интересному, ведь сейчас вы узнаете, как создать приятный запах в комнате. Ни для кого не секрет, что ароматы в помещении могут создавать настроение. И если вы хотите, например, встретить друзей или провести романтический вечер с вашим любимым, то запахи должны быть соответственно разные. О всех нюансах ароманауки в нашем следующем сюжете. Хотите узнать, как создать потрясающий запах в вашей комнате? Возьмите любой стакан или банку, лепестки абсолютно любых цветов, розы, лилии, какие вам нравятся. Положите их в емкость, которую вы взяли. Посыпьте сверху немного солью. Немного утрамбуйте их. Еще немного лепестков в нашу емкость. Соль. И так до тех пор, пока вы не заполните вашу банку или стакан. Сюда же добавляем 3 ложки спирта. Если у вас стакан, накройте блюдцем, а если банка, то крышкой. И поставьте в темное место. Теперь, когда вы захотите ощутить свежий аромат цветов, откройте блюдце или крышку. И поставьте в любое место вашей комнаты. Чтобы из апельсина или лимона получилось больше сока, прежде чем его порезать, покатайте по столу. Очень не хочется с вами прощаться, но приходится. Время подошло к концу и вам пора уже выходить на работу. Сегодня на календаре 3 июля, четверг. И пусть этот день сложится наилучшим образом. Всем отличного четверга, хорошего настроения и до скорых встреч. И ясно стало лишь в конце пути, что все могло произойти иначе. Я с нежностью хранил в душе укромно пряча воспоминания, осколки памяти. Не отмотать и не повернуть, и ничего не исправить. Не остановить, не перешагнуть, и все как есть не оставить. Свободные птицы, мы с тобой. Осколки памяти, наши истории, фрагменты. Нам уже не найти, не достающих элементов. Не вернуть обратно эти дни, от них остались лишь осколки. А сердце словно прервало стук, и тишина оглушает. И так предательски все вокруг, о прошлом напоминает. Закрою глаза, и ты со мной. Осколки памяти, наши истории, фрагменты. Нам уже не найти, не достающих элементов. Не вернуть обратно эти дни, от них остались лишь осколки. Осколки памяти, осколки памяти. Кто сказал, что время лечит? Кто сказал, что потом будет легче? Я когда-то перебочу, не встречу... Осколки памяти. Осколки памяти, наши истории, фрагменты. Нам уже не найти, не достающих элементов. Не вернуть обратно эти дни, от них остались лишь осколки. Осколки памяти. Осколки памяти, наши истории, фрагменты. Осколки памяти, наши истории, фрагменты. Осколки памяти, наши истории, фрагменты. Нам уже не найти, не достающих элементов. Не вернуть обратно эти дни, от них остались. Осколки, осколки памяти. Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь. Мы извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечное. Продолжение следует...